Основание оставляем прежним, да? Показатели складок. Ну, естественно, если можно умножать степени с одинаковым основанием, можно что еще сделать? Поделить, да? Очень хорошо объясняет, преподает, как человек сама, она тоже замечательный, и да, мне нравится ходить к ней на уроки математики. Она прекрасный друг, прекрасный учитель, она очень классно находит контакт с ребятами, она очень прекрасно проводит уроки, она дает мастер-классы в школе. Мы очень любим Наталью Алексеевну, она очень хороший человек, она всегда поддерживает, к ней можно обращаться даже не на тему урока математики. Такими теплыми словами учителя и ученики от Радновской средней школы отзываются о Ивановой Наталье Алексеевне. Свой педагогический путь она начала еще в колледже со специальности учитель начальных классов, но после первой практики поняла, ее призвание – математика. Кстати, любовь к числам началась еще со школы. Вспоминает, задачи и примеры могла решать целыми днями и всегда приходила на урок с готовым домашним заданием. А сейчас такую же любовь к предмету Наталья Алексеевна пытается привить своим ученикам, и вот уже 10 лет помогает детям постичь такой сложный математический мир. Мне всегда хочется с каждым классом установить именно такую связь, именно такую степень доверия, чтобы они могли ко мне обратиться за любым вопросом, чтобы они себя чувствовали в моем классе комфортно. Для меня это самое главное. Что для вас самое приятное в работе учителя? Для меня самое приятное – это проводить урок. Я получаю от этого огромнейшее удовольствие именно от того, что на моем уроке происходит какой-то обмен знаний. Для меня это обмен с детьми, коммуникация с детьми настолько важно, что в принципе любая другая работа, ну, понятное дело, что огромное количество отчетов и так далее, это все меркнет по сравнению с тем, что я знаю, какое я получу удовлетворение от работы на уроке с детьми. А что неприятное? Ну, вы уже понимаете, да, о том, что огромное количество отчетностей, огромное количество отчетностей по классному руководству в том числе. Ну, это все на самом деле такие житейские моменты, поэтому мы как-то всегда с коллегами с юмором к этому относимся, поэтому стараемся, ну, как вам сказать, стараемся на этом сильно не заморачиваться и искать только положительные моменты в нашей работе, а их огромное количество. Есть любимая цитата, которая вас мотивирует? Цитата звучит так. Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. Вот для меня это, по-моему, это Фридрих Ницше, но я вот затрудняюсь, честно говоря, ответить. Цитата полностью характеризует вообще, в принципе, да, вот тернистый путь достижения каких-то высоких результатов. Не всегда не все люди могут справиться с собой и попробовать что-то новое, ошибиться, пойти не в ту сторону. А это очень важно, пробовать, пытаться, ошибаться, учиться на своих ошибках. Я вот это совсем недавно поняла, что не нужно бояться. Что самое первое запомнилось из вашей работы учителем? Ну, конечно, мне запомнился первый в жизни классный час, потому что в тот год, когда я пришла преподавать, меня сразу же назначили классным руководителем. И для меня это было огромное испытание, выйти перед детьми и не рассказывать по предмету. По предмету ты рассказываешь, ты показываешь свои знания, ты показываешь свои приемы, но когда ты приходишь впервые ознакомиться со своим будущим классом, ну, там, знаете, как на минном поле, нельзя сделать ошибку. То есть это первое впечатление, и мне вот именно запомнился мой класс, как я первый раз вошла в кабинет и начала вести первый в жизни свой классный час. Дети так на меня смотрели, они недоумевали, может быть, немножко, а может быть, потому что я была настолько шокирована, удивлена, может быть, тем, что вообще я сейчас здесь нахожусь. Может, вот именно вот это ощущение, оно у меня осталось. Каков один из ваших скрытых талантов? Рукоделие всегда, мне кажется, успокаивает и благоприятно действует на состояние душевное, поэтому иногда позволяю себе порукодельничать, что-нибудь сделать. Какой учебный день для вас считается удачным? Когда вот у тебя все, что ты запланировала, все вот диковинки, которые ты подготовила, они все на уроке прошли, дети все включились в работу, и все прошло вот на одном дыхании. Вот это, я считаю, удачный день без каких-либо казусов и каких-то вот ситуаций таких сложных. Какое ваше любимое блюдо из школьной столовой? Я люблю очень рис с поджаркой, либо с гуляшом, вот это для меня вкуснее всего на свете. Чему ученики могут удивиться, увидев вас за пределами школы? Потому что я хожу в спортивной одежде. Да, иногда себе позволяю ходить в спортивной одежде, в джинсах и даже с кульком на голове, но не знаю, удивляются ли этому дети? Как выглядит идеальная вечеринка учителей на День учителя? Обязательно должна быть какая-то развлекательная программа, обязательно должны быть танцы. Я уверена, что это очень весело. Весело, задорно, учителя умеют отдохнуть, они умеют расслабиться.